Что в этом году будет? Прежде всего чемпионат Украины с командных гонок в классе «Оптимист». «Оптимист» – это класс, который представлен в Одесской области. Здесь гоняется более 100 лодок. Мы на сегодняшний день имеем в Одессе около 60 лодок. И мы имеем в области еще где-то порядка 40-50 лодок. То есть все эти дети участвуют во всех соревнованиях. В этом году мы имеем чемпионат Украины с командных гонок в классе «Оптимист». Также мы имеем чемпионат Украины среди юношей, всеукраинские измагания, среди юнаки и девчат, дружба. То есть опять-таки здесь будут участвовать все наши дети. Ну, пожалуй, что я хотел бы сказать из истории. Возрождена эта школа в 2006 году и до сегодняшнего дня мы уже имеем то, о чем я вам сказал раньше. Допустим, чемпион мира среди юношей, допустим, призер чемпионата и Кубка Европы. Это говорит о том, что Одесса занимает очень хорошие позиции. Эти позиции надо не потерять. И благодаря тому, что мы сегодня имеем очень большую помощь и города, и федерации, и области Одесской, значит, мы благодаря этим всем людям, благодаря этой помощи можем развиваться и двигаться вперед. Ну, вот, пожалуй, что все. Большое спасибо. Я бы хотел еще добавить по поводу наших международных контактов. В первую очередь применительным детским ребятам. В этом году чемпионат Европы контейнистов будет проходить в Буркасе. Мы уже разговариваем с организаторами этого чемпионата Европы. Мы пригласили детей в Одессу на наши регаты из Болгарии, готовим, предоставим бесплатно 3 месяца. В ответ планируем, чтобы наши дети могли через чемпионат Европы поехать в Буркас, потренироваться на той же объекте, в которой пришли чемпионат Европы. Также мы обсуждали с спортсменами Румынии и Болгарии курсы, организацию регаты совместную. Это Одесса, Барна, Кастанца, Стамбул. То есть по такому машину. Пока разговариваем на самом начальном этапе, но интерес есть во всех странах, и я думаю, что результаты тоже проходят. И что хотелось бы сказать еще очень важное, это то, что Одесса на сегодняшний день единственный город, точнее даже можно сказать, Черноморский клуб, который находится в Украине, это единственное место во всей Украине, где можно проводить соревнования по парусному спорту на море, где можно тренироваться на море. Другого места на сегодняшний день в Одессе нет. Все эти события в Крыму у нас уже, там нет возможности тренироваться. И сейчас мы как раз будем ставить вопрос перед и Федерацией Таинской, и Министерством о том, чтобы и Черноморского клуба съели центральную базу в подготовке олимпийского спорта и парусного спорта в Украине. Хотя сегодня мы знаем, что идет приватизация этого клуба, непонятно на какой стадии, на какие условия происходят, и кто не будет покупать. То есть будущее тоже есть одно вопрос. Можно сказать с уверенностью, что в последние годы, в прошлом году, и популярность парусного спорта намного возросла. Есть какие-то показатели, даже несколько лет назад, сколько было детей участвовало в школе, и насколько стало больше, и стало меньше. Можно, чтобы ответил и президент нашей Федерации, Олег Каваку, могу ответить, я на этот вопрос. Но прежде всего я хочу сказать о том, что с момента 2006 года, когда основной инвестор начал работать, это группа компаний «Трансбункер» и воспитанник города Одессы Сергей Пугачев стал единственным инвестором и вкладывать начался из славы в детский парусный спорт. То есть были куплены лодки в Аргентине, были куплены лодки в Украине, в Харькове, в Николаеве. То есть у нас на сегодняшний день более 120 человек занимаются в детской спортивной школе номер 13, и эта же школа носит название группы компаний «Трансбункер». То есть на сегодняшний день мы сказали о том, что наша школа занимает ведущие позиции в Украине, и это одна тем более лучшая школа сегодня в Украине. «Трансбункер» — это наша школа, которая находится в черновомском ярклубе в Атравии. Значит, вы спросили о том, какое количество детей было раньше и какое сейчас. Ну, даже по цифрам тех водок, которые приобретены, более, допустим, 150 водок в детской области, это говорит о том, что наш парусный спорт одесский развивается. Более 11 раз наша команда детей занимает, допустим, первое место в общекомандном зачете на всеукраинских соревнованиях детей. Это тоже показатель. Дальше. То, что эта сегодняшняя школа является передовой и работает сегодня 7 тренеров. Через эту школу прошло более 11 тренеров лучших тренеров в Украине. То есть «Трансбункер» создавал условия для того, чтобы эти тренера получали нормальную заработную работу и маринетовали даже жилье в Одессе. И то есть тот импульс, который получили с 2006 года по сегодняшний день, этот импульс до сих пор работает. Это то, что касается этого. Ну и прежде всего, на сегодняшний день я хочу сказать большое спасибо, еще раз повторюсь. Это наша областная федерация, которая на сегодняшний день наконец-то повернулась лицом, потому что это новая федерация. Она повернулась лицом к детям, участвует во всех соревнованиях, контролирует полностью проведение всех соревнований, которые проводятся в Одесской области. И, соответственно, я могу еще раз подтвердить о том, что внимание сегодня от города и от области, оно поменялось кардинально, и благодаря этому мы имеем то количество детей в области, которое у нас сегодня есть. Это более 200 человек детей занимаются у нас парусным спортом в области и в городе. Это прежде всего Одесса, это Южный, это Сергеевка, это Белгород-Днестровск, Рени. Вот во всех этих точках начинают заниматься дети парусным спортом. И администрация этих городов на сегодняшний день, они помогают, помогают в развитии парусного спорта в Одесской области. Здесь следует также сказать о том, что у нас есть яркий пример того, что было у нас в Одесской области, у нас есть чемпион Европы в классе оптимистов, это было до 2006 года, это и спорта Южного. То есть следует сказать о том, что те ростки парусных точек, где развивается парусный спорт, сегодня развиваются. Вот это то, что я хотел бы вам сказать. Спасибо большое за этот вопрос. Можно я добавлю, Владимир рассказал о детском спорте, я расскажу о том, что есть крестерские яхты. К сожалению, сказать о том, что большое количество крестерских яхт появляется у нас нельзя. Новые яхты, которые мы появились за последние годы, пока единицы не исчисляются. А большинство фото, старого, он как бы так и есть. Зато активно развиваются спортивные яхты классов СБ-20 в Одессе и школах. В Одессе регулярно проводят кубки Украины, тут на следующий год запланировка кубок Украины СБ-20. Первый этап и пятый этап. И так, ребята, это легко. Она собирает порядка 15-17 экипажа со всей Украины. Также в этом этапе мы создали детский гоночный яхт-клуб, который себя обращает в новый для нас класс. Этот класс был давно развит в Европе. Мы купили уже 6 одинаковых яхт-клубов в 2005. Яхты покупают разные компании. Компания по себя покупает, но клуб объединяет. И это дает нам возможность привлечь в парус еще новых обстоятельств людей, которые в Европе раньше никогда не занимались. Уже в порядке старшего лет активно пользуются занятия кубки, которые за сезоном будут активны сезоном. Я бы хотел еще отметить класс английский класс ФИМ ребятам нашей визиты. Активно в жахте на стиле яхт-клубы вinsиты в международных кризисах, чтобы выездить в Европе, мира и занимать рисунки субъемыми мистерами. Вообще, не проводятся ли сегаты среди разных возрастей в дух, что радует, что это статус не просто и спасли. Активно участвует в мероприятных клубах. Вот они сейчас участвуют в регате в Канах. Это Стасюк, Богомолкин. Мы всех прекрасно знаем. И еще, если не ошибаюсь, что у нас там? Климин. Да, Валентин. То есть эти ребята сейчас находятся в Канах и участвуют в соревнованиях, международных соревнованиях в Канах. Я хотел еще сказать, что у нас одно время при активном участии, опять-таки, группы компаний «Трансбункер», он являлся примером инвестиций и вклада в парусный спорт Одесской области. И у нас проводилась регата «Международная дружба», и в этой регате участвовало более 11 стран, которые приезжали к нам на эти соревнования. После этого, к сожалению, когда, здесь нужно сказать об отрицательных вещах, когда не оказана была предыдущей Федерации помощь в проведении этих соревнований, в сохранении этого инвестора, в связи с этим инвестор, будем говорить, от многих вещей отошел. То есть в данной ситуации мы говорим о том, что у нас прекратилось такое активное финансирование, как было. И в результате этого на сегодняшний день основной задачей и президента, и областной федерации является поиск инвесторов, людей, которые готовы вкладывать в развитие Одесского парусного спорта. Вот это сегодня основная задача, и мы приветствуем и благодарим всех тех людей, которые нам помогают сегодня в активном развитии парусного спорта. То, что касается инвестора. Можно я добавлю еще пару слов? Есть один интересный факт. За последние годы в Одессе начали открываться яхтенные школы. Яхтенные школы разного уровня. И интересно то, что приходят простые одесситы, которые вот видят этот парус с берега, смотрят и говорят, а я тоже хочу научиться. Я тоже хочу понять, что это такое, и тоже хочу этим заниматься. Достаточно большое, я говорю, количество школ и достаточно большое количество желающих. Школы востребованы, и люди хотят этим заниматься. Это тоже является, наверное, и плодами работы федерации. Сергей, какие сейчас школы, вот, вы могли бы сказать, начали работать? Ну, сейчас вот интересная презентация идет школы Марино-Город, кстати, Киевской, вот, Константина. Которая работает в Одессе. Которая будет начинать работать в Одессе. С начала февраля открылась совместная школа Витрильной Федерации Одесской области и учебно-тренажерного центра «Адмирал». Мы тоже начали обучать именно по национальному, для получения национальных документов. Что еще? Работает несколько школ IYT. И тоже знаю, что вот еще одна новая открывается буквально, открылась буквально в феврале 10. А можно, можно попробовать? С 2009 года работает яхтенная школа «Датра», вот, которая также выдает документы IYT. И тоже мы сейчас подумываем, как бы объединить это все так, чтобы мы могли давать и документы международные, и документы национальные. Как взрослому человеку, да, взрослому чайнику не видел, пускать яхтсменов, и сколько это столько? Вот алгоритм понятный. Ну, прежде всего, может быть, можно чуть-чуть? Да, пожалуйста. Посмотрите, у нас в школах, и наш основной бизнес, это яхт, например, кому за 30. То есть те люди, которые в детстве не бывали и в важном спорте на яхту, их достаточно много. Я сам поздно пришел в важный спорт, и я разделяю вот эти желания, и каждому выясняю, что, ребята, в любом возрасте можно прийти, можно ходить на яхту, можно учиться, без зависения от пола. И вы можете прийти в школу, прийти занятия теоретически, выбрать по какому курсу вы хотите прийти, занятия, и спокойно ездить на яхту. То есть в мире сейчас очень много чартерных компаний, то есть вам даже не надо покупать свою яхту, вы можете легко взять вариант в яхту со своими друзьями, и на этой яхту же путешествовать по ближайшей стране. Это Торция, Гресс и Гарнатики, Гресс и Острова. Оно все стало очень доступно, и насколько вот я там пытался посчитать, ну, мне кажется, уже порядка полутора-двух тысяч одесситов пользуются вот таким чартером, ездить по родным странам, да, ну, по всему миру, и берут яхту вернее. Сколько вообще стоят курсы в Одессе? Есть разные цены, разные правила, кто так считает, я не буду довидеть, потому что хайпер школу вам по странам. Можно добавить к этому вопросу? Понятно, что скот очень дорогостоящий, это естественно. Вот сколько у США 13 стоит на месяц оплата за кем? Я маленькую поправку, когда вам скажем про оплату, я хочу сказать, что это сих пор, на самом деле, вот детский, очень дешевый, сравнить с теми сценами, которые надо будет в России, любое дневный журналист зал, при этом работают тренер-анатом ветеран, при этом придется ребенку год, паруса, все это, ну, и у него рвется, пошли дальше, получается, и я не знаю, это распределилась. Вопрос от дороговизни, от парусного спорта как таковой, он немножечко сам по себе, я считаю, некорректно ставится. Почему? Потому что, например, все прекрасно понимают, что вопрос, сколько стоит машина, тоже сам по себе не имеет под собой глубокой основы, потому что есть от жигулей до возврата, и в этом диапазоне каждый человек может найти что-то доступное личное для него, поэтому я бы ставил вопрос не о дороговизне или дешевизне парусного спорта, а о его доступности. Он доступен. И даже дело не в том, сколько он стоит относительно чего-то, дело в том, что в любом случае человек, придя в школу, он по-моему, школу, которая возглавляет, школу 13, которая поддерживает трансбункер, он все равно получает так или иначе доступные для занятий спортом, для начального какого-то этапа, или даже не начального этапа, он получает все для него необходимое. Дальше, если в действительности ребенок уже выходит на какой-то уровень, получается, и получаются уже действительно нужны больше, скажем так, вложения. Но, во-первых, дай Бог, чтобы ребенок уже подошел к тому уровню, когда его дальнейший рост и прогресс ограничивает матчасть. Но даже если мы возьмем парус, то есть понятие как парус, есть паруса украинских производителей, которые стоят 3300 гривен на сегодняшний день, есть паруса итальянских лучших в мире производителей, которые стоят, скажем, 300-320 евро в килогрете. Но и даже в этом диапазоне все равно можно найти итальянский парус, который год, который ребенок на 10 регатах использовал, который там нужно купить уже за половину цены. То есть диапазон огромный. И спорт, я хочу донести к тому, что он доступен. Даже если мы посмотрим относительно других видов спорта, хотя порой не спорт технический или спорта, если мы сравним это с теннисом, где совсем не надо покупать лодку, не надо покупать парус. Если мы сравним там с дзюдо, где тоже не надо, кроме каких-то можно еще покупать. Это даже 400 гривен, которые 13-я школа, и то это не 13-я школа, это деньги идут на... Ну, Владимир, подробнее рассказал. Это все равно доступно. Но самое главное, что я вам хочу сказать, что эти деньги, и мы говорим сейчас о детях, которые тратят родители, они не уходят на ветер, так сказать. Это инвестиции своего собственного ребенка, в его здоровье, в его развитие. И поэтому, когда говорят, что нам это не по карману, или нам что, надо все равно сказать, нам не по карману, потому что мы не хотим, чтобы наш ребенок научился, мы не хотим, чтобы он шел в институт, потому что там тоже контракт, и так далее. Я хотел бы еще что добавить. Я хотел бы от всей души, от тех яхтсменов, которые здесь сидят, от всех яхтсменов, которые занимаются парусным спортом, от администрации, от наших школ, пригласить всех детей к активным занятиям парусным спортом. Значит, этот спорт действительно доступен, потому что реально он дотационный, датируется и государством, датируется он и областью, датируется он и городом, датируется он инвестором группы компании «Трансбункер» Сергея Пугачева, как я вам сказал. Значит, еще раз предлагаю всем родителям посмотреть, по крайней мере, в детей, посмотреть на этот парусный спорт, привезти туда своих детей, просто привезти, чтобы они посмотрели. В любой ситуации, в любой ситуации, эти дети получат знакомство с парусным спортом. Это не значит, что обязательно он должен ходить на яхту. Это общая культура. Парусный спорт в Одессе развивается с 1875 года, созданный императорский яхтуб. И уже с этого момента, с этого момента, в Одессе активно все занимаются парусным спортом. Это культура. Президент Кеннеди, президент Кеннеди ходил на яхты. Король Испании ходил на яхты. Король Греции, олимпийский чемпион в классе дракон. То есть, это общая культура. Человек, который занимается парусным спортом или знакомствами. Это говорит о том, что этот человек на правильном пути. Солнце, воздух, великолепная вода. Я считаю, что Одесса, Одесса, это самый лучший город, самый лучший город на постсоветском пространстве, без занятия парусным спортом. Поэтому, добро пожаловать в наш яхту, добро пожаловать в наши секции, добро пожаловать в наши школы, о которых вам говорил Сергей и Альберт. Добро пожаловать, может быть, откроют нашу трассу здоровья, поставят знак проезд на 500 метров, со скоростью 10 км в час, как это во всем мире. Может быть, потому что туда, если запрещен, допустим, въезд, и тем не менее машина проезжает, она едет, знает куда. Полиция, в конце концов, может остановить и спросить, куда вы едете, на каких основаниях. Значит, здесь нам нужна помощь городских властей. И будет все просто и легко решено, правильно? Вот, пожалуй, что все. Еще раз повторюсь, дорогие родители, пожалуйста, дедушки, бабушки, приходите в Черноморский яхтлуб, приходите во все яхтлубы, где развивается детский парусный спорт, для того, чтобы ваши дети и все вы познакомились с парусным спортом. И еще одно, парусный спорт не имеет возрастных ограничений. Если человек для себя открыл в 50 лет парусный спорт, пожалуйста, занимайтесь. Если человек открыл в 30, пожалуйста, занимайтесь. Если пришел ребенок, там тоже никто не скажет, он поздно пришел. Ребята, мы все свободные люди и вправе выбрать ту активность, и то, чем мы собираемся или хотим заниматься. Большое спасибо. Большое спасибо.